Здравствуйте! Российские производители колбасы попросили правительства помочь им поднять цены. Как сообщает газета ведомости, Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-премьеру правительства России Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее согласовали более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. Также предприниматели хотят разобраться со стоимостью сырья. По информации Союза, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина на 35%, отечественная говядина на 10%, импортная на 25%. Причиной роста цен они называют ограничение импорта. Добавлю, в начале августа крупные мясопереработчики сообщили о резком росте цен на сырье и предупредили, что это может привести к повышению стоимости колбасы и полуфабрикатов. По заявлению участников рынка, если оптовые цены на свинину не упадут, потребительская продукция подорожает на 5-12%. В Нистюково установят комплекс видеофиксации за 5 миллионов рублей. Как пишет коммерсант Париками, новый комплекс появится в районе перекрестка Нистюковского тракта и улицы Трактовой. Оборудование будет фиксировать номера автомобилей, нарушающих правила дорожного движения, и выгружать данные на сервер ГИБДД. Как сообщает прислужба краевого правительства, делается это по многочисленным просьбам местных жителей. Автолюбители, обезжая федеральную трассу, создают в этом районе аварийные ситуации. Подрядная организация приступила к подготовительным работам. Эксплуатация комплекса должна начаться в октябре. Всего к 2019 году в Пермском крае появится 13 новых камер видеонаблюдения. 7 из них установят на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. Также системы видеофиксации появятся на федеральной автодороге М7 «Волга» на подъезде к Перми и на трассе Нытва-Кудымкар. В целом же количество камер на российских дорогах до 2024 года увеличится в два раза. Таков план Министерства транспорта. Сейчас на трассах установлено свыше 9 тысяч комплексов фото-видеофиксации нарушений. По планам Министерства, к концу 2019 года их должно стать больше на 11%, в 2020 на 33%, в 2022 плюс 66%, в 2023 запланирован прирост 88%. Наконец, к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее. Также в ведомстве планируют менять расположение камер. Как рассказали известиям разработчики документа, когда в одном месте сократится количество аварий, туда можно будет поставить муляж, а настоящую камеру перенести на другой, более аварийный участок. Такая методика поможет сэкономить бюджетные средства. Первые дьюти-фри в Пермском аэропорту планируют открыть этой осенью. Как стало известно бизнес-классу, строительство магазина беспошлиной торговли в зоне вылета Большого Савина завершено. Сейчас оператор продолжает оформление разрешительных документов и рассчитывает открыть дьюти-фри в октябре. Напомню, компания «Урал-дьюти-фри» выиграла тендер на организацию двух площадок в стерильной зоне международных воздушных линий. Площадью 50 квадратных метров на первом этаже и площадью 150 квадратных метров на втором. Ранее этот же оператор управлял магазином беспошлиной торговли в старом терминале Большого Савина. Курсы валют на 18 августа. Доллар 66 рублей 87 копеек. Евро 76 рублей 18 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!